Салют, меня зовут Ликей, и вы смотрите канал Дайв 5. Сегодня мы посмотрим на путь от возникновения жизни до современного человека. Погнали! Эволюция от клетки до человека. 4100 миллионов лет назад. Возникновение жизни или абиогенез. Процесс превращения неживой природы в живую. 2125 миллионов лет назад. Прокариоты. Одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами. 1 925 миллионов лет назад. Цианобактерии. Отдел крупных грамм отрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающимся выделением кислорода. 1 500 миллионов лет назад. Эукариоты. Домен живых организмов, клетки которых содержат ядро. 800 миллионов лет назад. Хаанофлагелаты. Тип одноклеточных эукариот. Характерная черта наличия у клетки одного жгутика, окруженного воротничком из 30-40 микроворсинок. 550 миллионов лет назад. Плоские черви. Тип первичнародных беспозвоночных. 540 миллионов лет назад. Пекайя. Небольшое примитивное хордовое животное. 525 миллионов лет назад. Хайко уихтис. Вид хордовых из группы бесчелюстных, живших в кембрийском периоде. Бесчелюстные. Архаичная группа черепных из типа хордовых. Характеризуется отсутствием челюстей, однако у них имеется развитый череп. 460 миллионов лет назад. Плакодермы или пластинокожие рыбы. Класс челюстнородных, живших в палеозое. Характерным признаком плакодерм была защищенность головы и туловища кожными пластинками. 430 миллионов лет назад. Цефаласпис. Род морских бесчелюстных отряда цефалоспидообразных или коснощитковых. Характерные признаки рода. Довольно длинная преорбитальная часть головного щита. Параболическая форма края этого щита и узкое срединное поле мелких костных пластинок на нем. 420 миллионов лет назад. Целлокатнообразные. Отряд лопастеперых рыб. 375 миллионов лет назад. Тикталик. Вид лопастеперых рыб из Верхнего Дивона. Является переходным звеном между рыбами и наземными позвоночными. 365 миллионов лет назад. Акантостега. Род тетрапот, живших в позднем Дивоне. И являющихся промежуточным звеном между лопастеперыми, рыбами и наземными позвоночными. Один из первых хордовых развивших конечности. 360 миллионов лет назад. Ихтиастега. Род челюстаротых, живших в Дивонском периоде и представляющий собой первое промежуточное звено между рыбами и амфибиями. Генерпитон. Вид челюстаротых из склада тетерподморфов. Длина составляет 2 метра, имел довольно мощные плечи и 8 пальцев на конечностях. 338 миллионов лет назад. Веслотиана. Вид четвероногих, живших во времена Нижнего Карбона на территории современной Шотландии. Является переходной формой позвоночных. 300 миллионов лет назад. Геланом. Вымерший тетропот каменноугольного периода. Длина животного 20 сантиметров, включая хвост. Очень походит на ящерицу. 256 миллионов лет назад. Втинозух. Примитивный терапсид. Обычно относимый к группе эотериодонтов. Известен по неполным черепам из средней перми при Урале. 220 миллионов лет назад. Циногнат. Род относительно крупных хищных цинодонтов, живших во времена Триасового периода. Был грозным животным с вытянутым телом длиной более 2 метров. У него была большая голова, 30 сантиметров в длину, с широкими челюстями и острыми зубами. Репинамам. Крупнейшая из млекопитающих Нижней меловой эпохи. Общая длина составляет около 1 метра, а масса тела около 12-14 килограмм. 160 миллионов лет назад. Юрамая. Род млекопитающих, известный по окаменевшим остаткам средней и верхней юрской эпохи. 85 миллионов лет назад. Плезиодапис. Род млекопитающих отряда, обитавший в эпоху Палеоцена. Эоцена в Европе и Северной Америке. Предположительно является предком всех приматов. 30 миллионов лет назад. Египтопитек. Род узконосых обезьян, известный по окаменелостям с территории Египта. 25 миллионов лет назад. Проконсул. Род приматов семейства проконсулит эпохи Миоцена, существовавшей в Африке. Обитали в тропических лесах. В облике сочетались признаки мартышковых и человекообразных обезьян. 16 миллионов лет назад. Севепитеки. Род приматов. Мог быть предком современных орангутанов. 6 миллионов лет назад. Роринны. Род африканских больших человекообразных обезьян. Популярный литературе, известен как человек тысячелетия. Считается одним из древнейших известных предков гоминин и, возможно, современных людей. 5 миллионов лет назад. Ардипитеки. Древний род гоминин, который жил в раннем плеоценне. Из-за схоз зубов с зубами австралопитека считается некоторыми исследователями древнейшим предком человека. 4 миллиона лет назад. Австралопитеки. Род высших приматов, обладающих признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа. 2 миллиона лет назад. Homo erectus. Или человек прямоходящий. Вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей. 500 тысяч лет назад. Неандерталец. Вымерший или ассимилированный представитель рода людей. Обладали средним ростом около 165-170 сантиметров. Массивным телосложением и большой головой по звериному вытянутой формы. Наше время. Человек разумный. Вид рода люди из семейства гоминид в отряде приматов. В начале верхнего палеолита около 40 тысяч лет назад его ареал уже охватывает практически всю землю. От остальных современных человекообразных, помимо ряда анатомических особенностей, отличается относительно высоким уровнем развития материальной и нематериальной культуры, способностью к членораздельной речи и крайне развитому абстрактному мышлению. Мы прошли путь от возникновения жизни до человека разумного. Пишите в комментариях, каким по вашему мнению будут люди в далеком будущем. Ставь лайк под это видео, а также не забывай подписаться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. А также советую вам посмотреть эволюцию челленджей и эволюцию видеоигр.